всем привет друзьям вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия я вновь сижу с вами тут и хочу показать вам и рассказать про эустому как она у меня подросла после того как я ее распикировала ну и как я ее пикировала сейчас я конечно же вам это все покажу и расскажу ну и я хочу немножко вам напомнить в общем эустому эту я стейла 31 октября на седьмой день стали появляться первые всходы затем ну вот я зафиксировала 8 ноября у меня было такое такое массовое восхождение эустомы сегодня 25 декабря вот посмотрите получается у меня всходом ну полтора месяца до можно так сказать и вот я уже вижу что мало того что эустома начала видите перекрывать друг друга листиками у нее уже наросло не первое наросла не первая пара настоящих листочков и это конечно же нам говорит о том что нужно ее уже распикировать ну и плюс к тому же у меня на данный момент пока есть время нужно этим срочно заняться ну и приступим пикировать я буду в 200 миллилитровые стаканчики для того чтобы в прозрачные для того чтобы было видно корневую систему как она будет развиваться так что я хочу сделать в первую очередь я вообще хочу попробовать вот извлечь эту эту растительность и из этой тарелки я обычно всегда так делаю с пикированием питуньи ну что же та-да-да-дам так первый этап получился сейчас аккуратненько вот это говорит о том что корешки они схватились и получается здесь такой знаете общий уже ком общий ком корневой я вот только что пикировала гацанью так это у меня вообще что она сразу же выскочила из этой плошки то есть не там ничего вообще никакого труда не составило перевернуть плошку с гацанью и сейчас я аккуратненько по рядочкам то есть и устома у меня была паса посеяна по рядочкам в бороздке он ничего себе там уже слышу я как трескается корневая система так лучше взять шпажку я обычно вот так вот шпажкой рыхлю чтобы меньше травмировать на эти вот как бы между растениями с помощью шпажки они как-то вот меньше корешки травмируются нежели их просто разрывать сейчас мы с вами попробуем такое большое количество я пикирую пикирую впервые на ваших глазах так ну вот видите как хорошо отходит вот несмотря что маленькие листочки уже какая хорошая корневушечка вообще в идеале должно быть одинаковое соотношение зеленой массы вегетативной и корневой системы вот примерно как вы видите то есть как бы да у нас соотношение зеленой массы и корневой системы одинаковое это значит что ну растение развивалось полноценно ему все хватало соответственно и развитие такое увидите как хорошо без проблем вот я как шпажечкой сделала вот такие движения тут схватились россии вот видите хорошая такая корневая система она белого цвета что говорит о ее здоровости ну и в общем тем самым я сейчас нет лучше это делать со шпажкой все таки я вам хочу сказать так менее травматично ну и пока я делаю я хочу рассказать вам про подкормки значит я рассказывала что через неделю после всходов впервые я опрыскала эустому с препаратом nv 101 по инструкции не спрашивайте сколько я чего разводила затем еще через неделю я уже эустому опрыскивала плантофидом где большее содержание фосфора то есть была формула у меня 10 54 10 если же у вас нет такого удобрения можно использовать моноколейный фосфат это опрыскивание поможет помогает нам наращивать корневую систему и вот еще получается уже через ну я не знаю пару дней назад да где-то неделю наверное назад то есть это наверное еще через неделю через полторы я подкормила эустому кальциевой селитрой здесь уже нам это подкормка тут уже как бы не по листу а под корень но разводила я все все удобрения в два раза меньше то есть если например нам написано 2 грамма на 1 литр я разводила 1 грамм на 1 литр так как это у нас все таки маленькие сеянцы естественно что дозировку нужно уменьшать чтобы ни в коем случае не обжечь наши листики или корешки ну так вот кальциевая селитра она нам дает здоровый скелет у нашего растения вот такие вот у меня дела сегодня я получается вот раз пикирую свою эустому посмотрела я анечку перматову вот пока пикировала гацанью несколько видео просмотрела теперь я решила так и буду заниматься учебой пока пикирую нужно же что-то вот как-то в тишине сижу я буду слушать мои своих любимых блогеров или же какое-то что-то интересное познавательное так вот сегодня для меня интересным была анна перматова послушала я несколько видео про и пикировку и посев и так далее очень конечно же много для себя взяла полезной информации и ответила себе тем самым на вопросы а почему у меня то-то не получалось почему у меня то-то не получалось так вот она аня говорит что вот после пикировки не стоит поливать сразу же что грунт во первых должен быть увлажнен и чтобы вот корешки они не задохнулись до после полива так вот действительно очень много выпадов бывает когда мы слишком ну зальем на начальном этапе наши распикированные растения поэтому вот сегодня я и гацанью распикировала уже и просто-напросто сверху и и опрыскала и сейчас я хочу сделать это тоже самое с эустома я ее полила видите у меня грунт он темный поэтому она так увлажнена уже сегодня у меня достаточно и я планирую вот ее распикировать и только сверху опрыскать уже на плантофидом в равной дозировке где 20 20 и 20 формула будет у меня одинаковая ну вот плошечка у меня разъединена сейчас будем мы с вами аккуратно уже рассаживаю ну и теперь приступим непосредственно к пикировке ну тут принципе ничего такого уже как бы сложного нет самое главное это мы аккуратно с вами вот разъединили нашу эустому и получается вот видите я вставляю ее в стаканчик и тем же самым грунтом вот видите я сверху убрала лишний слой грунта тем же самым грунтом я подсыпаю уплотнять ничего не нужно тоже как бы это да такой вот немаловажный факт чтобы у нас создавалась там воздушная подушка чтобы корешки дышали это самое главное вот видите все ничего сложного нет то есть мы поставили отряхнули грунтом сверху присыпали постучат постучали и вот и все на этом этапе все еще раз закрепим сейчас я попробую чтобы не убирать грунта вот так вот сделаю и поставим берем так со всех сторон обтряхиваем но тут видите вот я не убрала грунт и сделал ошибку все таки вот она у меня не заглубилась и у стомка лучше повторно достать пока еще ничего у нас не закрепилась и убрать грунт лучше так так снова вот вот это да я понимаю и сейчас будем обсаживать эустомы такие плотные довольно корни так что тут бояться не стоит что-то где-то если мы повредили она в принципе довольно живучая такая культура я заметила просто-напросто она очень медленно растущая а вот на самом деле по по живности она довольно живучая культура ну вот видите второе второй стаканчик аналогично готов ну и таким образом я сейчас буду колдовать над остальными моими крошками ну и давайте на сегодняшний день посмотрим сегодня 15 января конечно сразу было видно да и до сих пор как-то я это наблюдаю что пока она сейчас находится в таком приторможенным заторможенным состоянии потому что ну думаю что скорее всего вот она наращивает корневую систему потому что пикировала я ее в 200 миллилитровые стаканчики не в 100 миллилитровые поэтому как-то как-то вот так но это на мой взгляд она у меня подросла есть такие вот кустики прям такие вот уже пушистенькие это вот первую партию я пикировала пикировала а затем вот вторая партия у меня здесь и здесь тоже есть такие разные растения есть которые большие вот смотрите сразу же видно здесь и корешки и такой вот уже и кустик побольше а есть вот совсем Совсем небольшие еще кустики, что-то вот как-то им не нравится, или быть может я вот перезалила кустик, он сразу же видно, что отстает в развитии. Адренажные отверстия у меня сделаны везде, ну, в общем, в общем, как-то так, как-то так. Фух, что хочу сказать по поводу ухода, как и за всеми моими распекированными растениями. Спустя неделю после пекировки я подкармливаю свои все растения кальциевой селитрой. Два грамма развожу в одном литре воды и поливаю аккуратно растеницы. Затем сверху еще через неделю я делаю опрыскивание витаминками, любое удобрение, ну, желательно с микроэлементами. Можно с сульфатом магния также подкормить, сделать через еще пять дней обработку, чтобы у нас растения были такого насыщенного зеленого цвета, ну, и чтобы не было хлороза. Так что, друзья мои, вот так вот, вот так вот развивается моя красавица Эустома. Это наша очень-очень такая медленно растущая красавица. Но все равно я считаю, что все тьфу-тьфу и вырастет, и покажет еще свою прелесть, и будем наблюдать красивое цветение нашей эустомки. А еще я хочу вам, кстати, показать эустомку, которую я черенковала. Вот она у меня тут стоит на полке. Посмотрите, как кустится, и вы знаете, вся она развивается по-разному. Вот в этом стаканчике у меня, оказывается, не было дренажных отверстий, и сразу же видно, что вот он развивался, ну, как-то так вот не очень хорошо. Как только я сделала дренажное отверстие, грунт стал быстрее просыхать, и вот она прям, как на глазах, стала как-то вот, ну, быстрее развиваться. Здесь вообще мне нравится то, что прям вообще такая вот она кустица сама по себе, прям смотрите, сколько тут вот поросли, и вот начала приподниматься. То есть это у меня такая вот прямо кустистая красавица. А вот эта вот красавица, я еще думала, может быть, ее прищипнуть, да, что вот как бы, чтобы она была вот такая же. Но вы посмотрите, она выпустила мне бутончик, и теперь у меня тем более не поднимается рука ее прищипывать. То есть, посмотрите, вот на 15 января эустома дала мне бутончик. Ну, вообще прям вот, ну, красавица, красавица. Она тем самым поднимает мне настроение. Вообще, молодец, молодец. Жду, конечно же, с нетерпением, когда распустится, чтобы вам обязательно показать. В общем-то, вот так такие дела-делишки. Так что вот такие вот дела-делишки, друзья мои. Буду на этой ноте заканчивать это видео про эустому. Ну, надеюсь, оно вам понравилось. Ну, а если оно было полезным, то, пожалуйста, не забудьте поставить мне пальчик вверх. Ну, и, конечно же, напоминаю, не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых видео. А видео, поверьте мне, вас ждет еще немало. Впереди, впереди. Ну, и всем, конечно же, желаю крепкого здоровья. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok